Брук, монолитные блоки и тротуарная плитка. Далеко не увесь пиролик выработал Глушковицкого шип-завода. Продукция широко выкорастовывается у добропорядкования улиц и припынков, оформления мемориалов, а так само у сферы ритуальных послуг. Завод находится у постоянного пошуя новых вариантов дизайна. Постепенно расширили как выпуск самой брусчатки. Она сегодня и полированная, и галтованная, и полированная, и колотая различная. Для обустройства автобусных остановок мы в области развиваем эту тему, когда в карманах автобусных остановок укладываем брусчатку. Это продукция практически вечная, позволяет избегать колеобразования, которое, как правило, на автобусных остановках образуется. Вот из последней продукции – это баларды, это конструкции, которые позволяют ограничивать въезд транспорта на пешеходную зону. Могчимость выкорастания распроцовок завода у сферы ЖКГ республики оценил министр жилево-коммунальной господарки Геннадь Трубила. Если, допустим, отделать те же фасады цоколя зданий, позволит продлить сроки эксплуатации этого здания, не надо каждый год его подкрашивать. Если говорить о продукции, которая на плиточное покрытие или бордюре, это действительно бордюр из гранита. В исторических центрах наших городов практически вечный материал, который не трескается, не ломается. Поэтому продолжим работать с данным предприятием и в том числе и предприятие ЖКГ. Далее по плане наведывания водозабору, станции безжелезования и подведению бегущих выника у работы Галины. В центре уваги реализация дяж-программы «Комфортное жилье» и «Сприяльное сяродье» на 2021-2025 годы. В этом году мы планируем закончить строительство 37 станций безжелезования. И по итогам года общее количество станций, которые эксплуатируются в Гомельской области, будет составлять 138 штук. По итогам пятилетки, то есть по концу 2025 года, процент обеспечения качественной питьевой водой населения, которые пользуются этой водой из централизованных систем водоснабжения, должен составлять 100%. В среду дополнительных вопросов у членов коллеги обмярковалась эффективность использования арендных жилых помешканий у Державного жильевого фонда и праца службы 115 на территории Гомельской области. Олеся Заяц, Ганна Кустачова, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель».